Анализ документов, который проводят специалисты компании, проводят его на основании предоставленных документов. То есть пакет документов для диагностики обязательно должен быть полным. Что должно быть из документов для диагностики? Это расширенная выписка, сам кредитный договор, все приложения. Диагностику используют для того, чтобы посмотрели юристы и дали точный вердикт. У него клиент или нет? Так, плохо слышно. Так лучше стало? Так лучше? Так, давайте попробую обрать молотники. Так, меня слышно? Очень тихо. Так, сейчас буду прибавлять. Скажется, лучше или нет. Так, нормально? Все, отлично. Продолжаем. То есть оптимизацию, как правило, мы используем в том случае, точнее, диагностику мы используем в том случае, когда у клиента есть автокредит, либо ипотека. То есть нам нужно узнать. Сейчас. Сейчас нормально меня слышно? Так, больше прибавлять нет смысла, дальше будет фонить. То есть это уже проверяли. Так, продолжаем. Что касается оптимизации, то есть мы разобрали, кому мы можем помочь. То есть если к нам пришел клиент, у которого просто не хочет платить по кредиту, у него есть такая возможность, здесь нет стопроцентной гарантии, что мы этому клиенту поможем. То есть на протяжении работы растут штрафы и пени. Понятно, что не все из них законные, но они есть. Не все из них получится списать. То есть ту часть, которую не получится списать, она останется долгом на клиенте. То есть тот, кто хотел просто обмануть банк, то есть у него это не получится. То есть он просто останется долгом больше банка. Разберем, что получает клиент по итогу работы с компанией. То есть он получает расторжение кредитного договора, прекращение договорных обязательств между банком и клиентом, списание незаконной накрученной части от банка и предоставление комфортной рассрочки. Предоставление комфортной рассрочки через Федеральную службу судебных приставов. То есть также это, естественно, юридическое сопровождение на всем протяжении работы с компанией. Так, работа вся проходит в три этапа. Так, у кого-то слышно хорошо, значит, скорее всего, проблема с вашими устройствами. Ну все понятно. У себя тоже настроите, прибавьте громкость, пожалуйста. У кого не прибавлено. Давайте продолжим. То есть работа проходит в три этапа. Это досудебный этап, судебный и послесудебный. То есть разберем все этапы. Начнем с досудебного. Для чего он нужен? То есть на досудебном этапе мы проводим претензионную работу. Так называемую работу по мирному регулированию конфликта. Она обязательно по Гражданско-процессуальному кодексу. То есть если мы эту работу не проведем, не напишем все самые претензии, то в суде у нас просто иски не примут. То есть у нас есть реестр отправки писем, все документально подтвердено, что мы отправляли. Либо у нас есть ответы от банков, которые мы будем в дальнейшем прикладывать к исковым заявлениям, для того, чтобы у нас приняли иски. Так, судебный этап, расторжение договора и списание незаконной части. Что происходит на судебном этапе? То есть когда мы принимаем клиента в работу, мы проверяем, какой пакет документов есть у клиента. То есть для того, чтобы нам начать работу по клиенту, нам нужна расширенная выписка, график платежей, все приложения к кредитному договору, материальная доверенность, естественно. То есть если этих документов нет у клиента, именно из банка, то есть расширенной выписки зачастую нет, так как ее не выдают при заключении договора, то здесь нужно истребовать документы в судебном порядке. То есть компания пишет иски об истребовании документов. После того, как иск удовлетворили, документы все истребованы, у юристов есть возможность проанализировать кредитное дело полностью и подготовить иск по признанию недействительного условия договора. То есть на этом этапе выявляются незаконные пункты и составляются иски о признании недействительного условия договора. После удовлетворения данного иска происходит расторжение договора и списание незаконной части. Дальше мы переходим в послесудебный этап. Это работа с Федеральной службой судебных приставов. Что происходит здесь? Пристав у нас по умолчанию может списывать не более 50% от официального дохода. Этот процент можно снизить. То есть снизить каким образом? У клиентов зачастую бывают какие-то обязательные расходы. То есть это оплата коммунальных платежей, наличие детей на еждевение, уход за инвалидами, покупка каких-то дорогостоящих лекарств по рецепту врача. Также здесь будет учтен прожиточный минимум. То есть за счет всех этих документов можно будет снизить процент списания. То есть по практике это в среднем 20-25%. Нижнего порога в принципе нету, то есть снизить можно и меньше. Но по практике в среднем это 20-25%. Также хочу отметить важность вовремя направлять судебную корреспонденцию, которую клиент приносит к вам в офис. Насколько это важно? То есть есть документы, у которых сроки отмены очень маленькие. То есть это 7-10 дней. Заочное решение суда это 7 дней, судебный приказ это 10 дней. То есть если клиент вам принесет его поздно, вам его надо получить, загрузить в серую систему и отправить в компанию. То есть все это занимает время. Да, вебинар записывается. На все это нужно время. То есть поэтому в договоре у нас прописано, что в течение двух дней после официального уведомления клиент должен предоставить документы в организацию. Бывают такие ситуации. Приходят клиенты, хочу разобрать одну ситуацию. Когда клиент приходит к вам, хочет заключить договор, он приходит к той проблеме, что у него уже удерживают деньги. Денежные средства могут удерживать двумя способами. То есть это безакцепное списание внутри самого банка. Это бывает, когда есть зарплатная карта в банке, и там же в этом же банке есть кредит. Либо списывается по постановлению о возбуждении исполнительного производства. То есть такие документы, как судебный приказ и заочное решение суда выносятся без клиента. Судебный приказ мог просто не поступить клиенту, почта могла бы не доставить. На основании этого возбуждается исполнительный производство и начинают списывать денежные средства. То есть здесь эту ситуацию нужно проанализировать. Если это постановление, то есть просим получить постановление, смотрим на основании какого документа вынесено данное постановление. И если со сроками все в порядке, то мы его отменяем. Безакцепное списание, то есть у нас есть заявление на отмену безакцепного списания. Это также практикуется, все используется в компании. То есть это все можно сделать. Я хочу, чтобы вы записали две статьи, которые пригодятся в работе для новых партнеров. То есть две статьи. Одна статья 446, я ее напишу. Это статья, имущество на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. То есть клиентов часто интересуют такие вопросы, как могут ли у меня описать, точнее какое имущество у меня могут описать. То есть изучив этот закон, можно будет ответить на эти вопросы. И статья 101, закон об исполнительном производстве. То есть это виды доходов, на которые не может быть обращено взаимодействие по безработице, списывать приставы. После того, как постановление об исполнительном производстве вступит к закону СИУ. Возникают такие вопросы. То есть здесь тоже изучив данную статью, тоже можно будет четко отвечать на эти вопросы. Доучивать в принципе их не обязательно. То есть можно при возможности зайти, посмотреть и дать ответ. Так, идем дальше. Работа с индивидуальными предпринимателями. То есть индивидуальный предприниматель это физическое лицо, но которое имеет право заниматься предпринимательской деятельностью. Дела такого клиента будут рассматриваться в арбитражном суде. Компания «Скала» с арбитражным судом не работает, поэтому клиента, индивидуального предпринимателя, мы в работу взять не сможем, пока он ИП не закроет. Если он согласен закрывать ИП, то есть мы его берем в работу, главное отследить, чтобы судебные разбирательства не начались раньше, чем он получит документ о том, что ИП закрыт. Так, также хочу разобрать поручителей и со-заемщиков. Кто это такие и чем они отличаются? Я хочу разобрать их на этапе исполнительного производства. Здесь максимально наглядно видно. То есть со-заемщик – это лицо, которое поручилось за основного заемщика, но в принципе он, ой, не со-заемщик, а поручитель. Поручитель – это лицо, которое поручилось за основного заемщика, но он не должен по факту выплачивать денежные средства. То есть на этапе исполнительного производства списывать будут, конечно, с обоих, и с основного заемщика, и с поручителя. то есть равными долями. Если основной заемщик платежеспособен в дальнейшем, то есть поручитель имеет право в регрессном порядке потребовать выплаченные денежные средства назад. Что касается со-заемщика, это два лица, которые вдвоем пользовались денежными средствами. Если они выплатили сумму поровну, допустим, 2 миллиона, выплатили по 500 тысяч, то один у другого уже ничего потребовать не может. Если, конечно, один переплатил, допустим, 800, а другой заплатил только 200, то тот, который переплатил, в регрессном порядке сможет потребовать обратно денежные средства. Это все зависит от того, у кого какой будет заработок. То есть у кого заработок будет больше, у того, естественно, будут списывать большую сумму. У кого заработок меньше, у того меньше. Все, в принципе, я вас с плановой частью ознакомил. Давайте начнем разбирать ваши вопросы. Видел, вопросы были раньше. Александр спрашивал, что делать, если все документы отправлены на диагностику, прошло 8 дней, 5 по регламенту не отвечают. Да, действительно, по регламенту 5, в таком случае надо написать жалобу ВОРа, то есть либо обратиться по горячей линии, либо персональному менедуру, чтобы они этот момент ускорили. То есть с чем связана эта задержка? Обращаться через ВОРа. Ладно? Марфа, суды просят подлинность банковского договора. Приложение, указанное на колонкопии, как вступить. Секундочку, проанализирую. Иск, получается, был от нас, Марфа. Иск о расторжении кредитного договора, я правильно понимаю? Так, перейдем дальше пока. Елена. Так, у клиента 3 потреб кредита и ипотека. Клиент не готов терять имущество по ипотеке. Берем его в производство. Так, ну в любом случае, для начала надо произвести диагностику документов, то есть сдать ипотеку. Что можно с ней сделать, чтобы юристы компании дали ответ, что можно с этим сделать. Можем мы его взять в работу или нет. То есть это мы можем судить только по результатам диагностики. Так, Марфа, я вам посоветую найти меня в ВКонтакте. И задать мне этот вопрос там. То есть я посоветую с юристами и дам вам ответ. Ладно? Ну, то есть здесь сейчас я в любом случае ответить вам не смогу. Так, Анастасия. Клиент встал под финзащиту. Позднее выясняется, что он на учете всех больниц. Что делать? Внешне абсолютно нормально. Да. Такого рода вопросов у меня еще не было. Я даже не знаю, что ответить. То есть сейчас не могу сказать. Ну, то есть у него в любом случае же есть долги. Он подписывал в банке наверняка документы, то, что является абсолютно здоровым, и долг с него будут требовать. То есть я думаю, что нужно работать по стандартной схеме, как бы, так, как мы обычно работаем. Так, Марина. Если займы взяты через интернет, как клиенту встать под финзащиту? Где взять договора? Так, как правило, договоров там нету. В интернете наверняка есть личный кабинет, там можно взять выписку. Там же есть данные о номере кредитного договора или о номере займа. То есть мы таких клиентов в работу берем, но здесь нужно документы распечатывать через личный кабинет. Так, Анастасия. У кого нужно узнать, можем ли мы с ним работать? А если клиент недееспособный, он может подписать с вами договор. Так, давайте тоже ВКонтакте. Ладно, я посоветуюсь, узнаю, у кого надо, и смогу вам там дать ответ. Ссылку на свою страничку я скинул, напишите мне после вебинара. Спасибо. 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 Так, про полное списание давайте мы поговорим, когда у нас закон о банковстве, сколько это закон не ищет. То есть после этого можно будет об этом разговаривать. Спасибо. 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 Thank you. Так, еще вопросы есть? Продолжение следует... Продолжение следует... Если человек на протяжении одного года нет официального дохода, не стоит по безработице, у него возможно полное списание. Так, также возвращусь, давайте подождем закон о банкротстве. Продолжение следует... Так, Елена, никакого имущества нет. Я понимаю, то есть у клиента нету денежных средств, у него нет имущества, то есть на этапе исполнительного производства пристав придет, посмотрит, то есть имущество описать, допустим, нечего. Он вынесет документ о закрытии, отдаст банк, банк через полгода опять подаст в суд, то есть и таким образом. Здесь нет стопроцентной гарантии, что у него долг кто-то спишет. То есть да, на какое-то время о нем забудут, то есть банк может подать потом повторно, через полгода только, но не позднее, чем через три года. Так, ранее была агитация о полном списании. Есть клиенты, которые стоят на полном списании, что им говорить? Закон о банкротстве дождемся, то есть Кирилл Доронов в любом случае выступит с альтернативным банкротством. Мы еще раз более подробно об этом все расскажем. То есть у нас здесь в данный момент обучение новых партнеров в компании, то есть здесь я на эти вопросы отвечать вам не могу. Так, Вадим, два кредита в первом банке, один у приставов, машина в залоге оплачивается, можете забрать машину. То есть оба кредита в одном банке получается, да? Ну да, в принципе есть вероятность, что машину могут забрать. То есть не забрать, но обременение наложить точно в первом начале. То есть потом, в дальнейшем тогда. Но это если все в одном банке, то тут сложная ситуация. То есть банк может распределять эти денежные средства, которые он платит по одному кредиту на два. То есть тем самым просрочка будет по обоим кредитам. Вадим, я правильно понимаю, что эти два кредита в одном банке? Анастасия в данном случае залогодатель. Залогодатель и та сторона, которая требует по исполнительному производству, это один и тот же банк. То есть они и так все прекрасно знают, что этот автомобиль в залоге. В данном случае банк себя может по-разному повести. Он может получать денежные средства за автомобиль и получать просто по исполнительному производству. И в принципе на этом успокоиться. По какой причине Ярослав Салеев не проводит вебинар, я не могу сказать. Никуда не делся, то есть с ним все хорошо. То есть наверное по каким-то техническим причинам времени не проводит. Так, еще вопросы у кого-нибудь есть? Так, если вопросов нет, я предлагаю закончить. У того, у кого возникнет вопрос, я ссылку на свою страничку скину. Можете задать мне ВКонтакте. Всего доброго.